Когда девушка в форме с надписью ОМОН просит правонарушителя следовать за ней, вряд ли даже самый отъявленный негодяй сумеет оказать сопротивление. Особенно если взмах ресниц бойца ОМОН, словно у принцессы из детских сказок. Хрупкая светловолосая девушка с ясными глазами и открытой улыбкой, которая встретила нашу съемочную группу, совершенно не вяжется с образом бойца спецподразделения, каким мы привыкли его представлять. Вот почему первый вопрос, который я задала девушке в форме, как же получилось, что вы попали сюда, в спецподразделение? Об этом Ольга говорит довольно скромно. Мол, экономическое образование, аудит, а потом предложили поступить на службу сюда в отряд особого назначения. С тех пор прошло уже 11 лет. Конечно, не секрет, что большинство сотрудников подразделения, вообще в органах внутренних дел, в основном приходят работать мужчины, но я думаю, что и женщина может найти свое призвание. Конечно, работая в спецподразделении, нужно обладать некоторыми качествами характера, это и сила воли, это и дисциплинированность. Это, наверное, когда быстрая мобильность, это и где-то возможность быстрого принятия решения правильного, ну и, конечно, может быть, ну где-то какая-то некоторая жесткость. Несмотря на то, что девушки подразделения обычно не принимают участие в серьезных задержаниях преступников, а чаще участвуют в охране общественного порядка, работа держит их в тонусе и не позволяет расслабиться. Помимо прямых должностных обязанностей, в течение рабочего дня Ольга наряду с коллегами-мужчинами отрабатывает в зале боевые приемы и улучшает физическую подготовку или совершенствует технику стрельбы в тире. Собрать и разобрать оружие для нее – ничуть не более сложная задача, чем, скажем, приготовить борщ. У меня есть ребенок, мой сын, он знает, что я работаю в спецпродазделении, очень много гордится и хочет пойти по моим стопам. Все мы защитницы Отечества и стоим на страже общественного порядка на работе, но я думаю, что, снимая погоны, мы становимся обычными, заботливыми женщинами, мамами, любимыми женщинами и заботливыми женами. Даже в самый обычный рабочий день можно ожидать чего угодно. Например, срочный выезд, когда за несколько минут надо собраться и отправиться на выполнение задачи, что, по признанию Ольги, приучила к особой дисциплине. Хочется поздравить всех женщин с Международным женским днем и хочется пожелать тепла, семейного благополучия, мира в семье и вокруг нас. Ну и, конечно, какой бы сильной и отважной ни была женщина, хочется пожелать, чтобы рядом с ней всегда было сильное, крепкое, надежное мужское плечо, на которое она может опереться. Испокон веков женщины на Руси были надежной опорой для мужчин и, если нужно, могли взять в руки оружие. Об этом свидетельствуют страницы нашей славной истории. Продолжается эта традиция и поныне, благодаря сильным и красивым девушкам, выбравшим вместо туфель на каблуках берцы, а вместо красивых платьев – военную форму. Продолжение следует... Продолжение следует...